Всем привет! Вы уже наверное видели мой прошлый обзор на Эуфулюса Великолепного и по отзывам я понял, что он немного не соответствует стандартам, поэтому я решил снять его заново, только теперь с дополнением. Почти все Эуфулюсы были в новых брусках и без серебра, и были и маленькие и большие, в общем я разных видел, иногда им отрезают усы, у меня все усы на месте, качество заливки как всегда прекрасное, не фокусируется никак. Ну такой синий зеленый жучок, мне понравился, яркое пятно в коллекции. Насчет журнала, журнал соответствует журналу 21 прошлой коллекции, пальмовому долгоносику. На него я тоже сегодня сделаю обзор, так как это одно семейство, поэтому одинаковое содержание журнала. В журнале рассказывается о долгоносиках. Они относятся к типу членица ногих, классу насекомые и семейство долгоносики. Вот карточка насекомого, тираж 350 тысяч, не изменился. Вот строение Эуфулюса и прочих долгоносиков. Тут подробно все описано. где обитают разные долгоносики. Например, такие как Манагаскарский трубковерт или широконосный долгоносик. Вот тут вкладыш, чтобы Диагосиня предлагает подписаться, его я убираю. Он нам не нужен уже тоже. Пятый. Вот образ жизни долгоносиков. Размножение. Стадия личинка. И взрослая насекомая. Нападение и защита. Основные враги долгоносика это птицы, жуки и осы. Оса поедает долгоносиков. И раздел самые-самые, такие как колорадские жуки. Долгоносик амбарный, типограф. Трестоногий человек. Опасные обитатели амбаров. Тут очень интересная статья. Советую почитать. Стандартная картинка Диагостиня. Интернет-магазин. И в следующем номере Стернацера Хильдебранти. Хочу сказать, что это новое насекомое. В прошлой коллекции его не было. В журнале пальмовый долгоносик. Тут все то же самое. Посмотрели уже. А вот и сам долгоносик. Вот. Он будет идти у нас в большом бруске. Он такого коричневого цвета. Ну, в прошлой коллекции тут было много серебра. Поэтому, вот видите, на моем жуке также оно присутствует. Я его отполировал. Он у меня не поцарапан, но чистенький. Все ноги на месте. Правда, вот эта лапа у него немного вывихнута. А так мне нравится этот жук. Возможно, я даже не буду покупать его из новой коллекции. Такой красивый. Всем спасибо. Надеюсь, этот обзор вам понравится больше.